Часто слышу, мне взрослые дядьки и тетки говорят по поводу принципа бумеранга. Ну слушай, ты должен сначала нам отдать максимально, чтобы что-то получить. Самое что смешное, все об этом говорят, но никто это не применяет, никто это не делает. И, скажем так, у большинства людей это не работает. Не работает, потому что есть принципы жадности, принципы какой-то алчности. Приведу интересный пример, как это срабатывает у меня, по крайней мере. И это очень приятно, что оно работает, что оно есть, что в действительности так получается, при том условии, что вы не жадничаете. Наверное, один из факторов является то, что когда у вас стоит 10 задач, и одна из задач на 500 рублей, и вы, соответственно, вот эти 500 рублей пытаетесь вырвать, тратить лодку до последнего, вы готовы бороться за эти 500 рублей с клиентом неделю, две недели, месяц. Вы готовы судебные дела поднимать и все остальное. Когда вы поймете, что у вас есть других 6 дел на 1000 рублей, и они гораздо проще и легче, то вы эти 500 рублей отпустите и не будете заморачиваться. Это тот же самый принцип выбора заказов. Это тот же самый принцип, когда к вам пришел клиент, заплатил вам 500 рублей, и начинает вам клепать голову, вы такие, типа, бля, не получается, а вот то не работает, это не работает, а вот это сделать невозможно. И начинаете с клиента, да и деньги, а клиент там недоволен, остается, типа, берите деньги обратно. Иногда в этих случаях проще вернуть деньги обратно, и просто не заморачиваться, отпустить клиента с Богом, как говорится, говорить, друг, все, доброго тебе дня, получи подарок от меня, гравировочку, и иди на все 4 стороны, чтобы так вот день был счастливым и радостным. Так вот, пример простой, банальный. У меня вчера один из клиентов мне сделал мозг, то есть клиент хотел, условно, скажем, получить палец за 5000 рублей, оплатил 5000 рублей, получил палец, сказал, а я вот хочу две руки полностью, еще и мозги вдобавок, на что я сказал, ребята, это не работает, идите нахрен. Мне начали доказывать обратное, там было видно, что человек кукушный, ты плит на всю голову. Я не стал спорить, просто вернул деньги, и вечером я от хорошего человека получил ту же самую сумму за простую банальную консультацию, где было мне приятно, человеку было приятно, все остались радостные, довольные. И вот это принцип бумеранга, когда ты понимаешь, что ты эти деньги себе вернул обратно, но ты не делал себе геморрой, не делал себе нервы, не делал там споров, там, какие-то скандалов определенных, потому что у меня жена говорит, типа, нет, не возвращай, ни в коем случае, ты что, ты? Человек, типа, воспользовался информацией, поэтому ты не вправе ему вернуть. Я сказал, ребят, вот я вернусь сейчас, я сделаю для себя выводы, сделаю определенные выводы по ошибкам, которые я допустил. Таких ошибок я больше допускать не буду, но этому человеку всю жизнь он будет попрошайничать и жить вот в таком принципе. Поэтому я выгодал на самом деле очень много, я сэкономил свои нервы и на вот эти вот деньги, которые я, скажем так, не заработал, я их заработал чуть позже, я просто сохранил себе свое эмоциональное состояние, на котором, в принципе, я проконсультировал других клиентов, я сделал другие задачи, я больше получил денег от этого на самом деле. Поэтому по большей степени не жадничайте, работайте. И иногда ситуацию надо отпускать самотеком, то есть по принципу, опять же, бумеранга. Отпусти ситуацию, отдай человеку там, что он там, блядь, ноет, стонет. То есть ты поймешь, что с человеком с этим лучше потом больше не работать, но при всем при этом у тебя есть теперь ситуация, что ты можешь, скажем так, спокойно, эмоционально заработать больше в 2-3 раза. Но ты сделаешь ошибки, выводы с этих ошибок, и, соответственно, в будущем просто, просто будешь зарабатывать больше и уже осторожнее понимать, что есть такие вот ебошки, с которыми работать лучше не стоит. Которые тебе говорят, хочу палец, но я вот думала о всех твоих руках целиком и полностью. Все.